Знаете, это тогда была такая эпоха малиновых пиджаков, кожаных курточек и затылков, значит, складчатых затылков на бритых головах. И вот у этих кожаных курточек, у каждой из них была своя роскошная подруга, и вот эти все подруги... Ой, Смотоноски, Смотоноски, Смотоноски! И Инахид Михайлович... Ребята, вы извините, но я не могу здесь оставаться. Он был невероятно чувствителен к пошлости. И, конечно же, личность грандиозная, совершенно грандиозная личность. Я настаиваю на том, что актерские достижения, феноменальные Смотоноскова, происходят из того, что этот человек, обладавший феноменальным душевным складом, феноменальным интеллектом, феноменальной мобильностью, или лоббинностью, как правильно сказать, или и то, и то подходит Анатолий Миронович, но просто не обкакртуть его, так сказать, способность на реагирование, на восприятие и на претворение этих... этого восприятия в образы, функционировал вот этот механизм. И с поклоном великой личности, из которой и вместе с которой произрос действительно великий актер, каких не бывало, но, может быть, до еще нескольких предшественников. Но я думаю, что что-то подобное возникнет, потому что и сейчас очень много невероятных явлений происходит в искусстве. Я до сих пор себя горю за то, что я не смог поехать в Ленинград, не смог, не успел, и посмотреть Смотоновского в роли князя Мышкина, потому что многие мои приятели, коллеги позволили себе, это даже тогда не роскошь, это было очень просто, ну, знаете, как-то думалось, ну, вот, природные гастроли в Москву, ну, вот, я когда-нибудь попаду в Питер, ничего подобного. Поэтому вот я просто обращаюсь к вам с просьбой, как у Харуса, знаете, лови момент. Вот ловите это, кстати сказать, к гениально достижению Эйнштейна. Вот ловите момент, потому что другого не будет. Если вы сейчас что-то пропустите, потрясающие происходят выставки, концерты, спектакли. Вот что, мне кажется, должно сопутствовать нашей жизни и настраивать нас на высокий образ мысли. Помните, как у Пастернакова написывает Лару, и я запомнил до сих пор этот образ, он пишет, ее руки поражали, как высокий образ мысли. Вот давайте в память Инахития Михайловича настраиваться на высокий образ мысли и не забывать о том, что жизнь прекрасна. Но, но, и пусть это будет действительно так, а не так, как говорил герой одной пьесы Эртмана, когда его убеждали самоубийцу, что жизнь прекрасна, он говорил, да, я читал об этом сегодня в газете «Известий», но надеюсь, что завтра выйдет опровержение. Будем, будем надеяться.